МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дружим путь расположено в 140 километрах от столицы. До перестройки здесь был колхоз «Светлый путь», а сегодня – настоящее дворянское имение. Усадьба в стиле 19 века, коровник, сыроварня, конюшня – нет, все это не перечень собственности нового русского помещика. Хотя урожденный британец Джон Каписки, владелец Богдарни, уже успел обрусеть. Причем настолько, что просит называть себя по имени-отчеству Джон Янович. Джон Янович, доброе утро. Доброе утро. Очень приятно. Добро пожаловать в наше скромное хозяйство. Расскажите, пожалуйста, немножко, где мы сейчас находимся. Мы находимся в старом колхозе. Мы купили это место 25 лет назад. Это где мы начинали нашу крестьянскую жизнь. Несколько лет было пусто. Там был сестрички для монастырей. И потом 6 лет назад Нина Вольевна, супруга, решили нам нужно заниматься агротуризмом. Сейчас у нас местные обои. У нас наша сыроварня сейчас. Вот это наша гостиница. Бутикный отел. Там 20-30 номеров. Это гостиница? Это гостиница. Несколько лет местник думает, это дом олигарки. А потом они понимают, это гостиница, ресторан. Это агротуризм. У нас конюшня. Где сейчас вы думаете, познакомитесь с моей супругой? Сейчас, потому что я не могу быть там. Потому что сейчас я должен поедать на ферму. У вас дела там, да? Да, дела там. И потом я жду вас там на ферму. Хорошо, спасибо большое. А пока познакомимся с вашей супругой. Она там, она уже подождает вам на конюшне. Этот похожий на Санта-Клауса преуспевающий фермер и первопроходец российского агротуризма уже четверть века живет вдали от Соединенного Королевства. Сегодня продукты производства бывшего британского подданного можно встретить на полках магазинов по всей России. Кописки – живой бренд. А серый кардинал и генеральный директор по совместительству всего агрокомплекса – его жена Нина Валерьевна Кописки. Джон Яныч обещал, что вы нам покажете конюшню. Конечно. А это вообще новое для вас предприятие конюшня? Давно появилось? Для меня вообще новое. Но как появилась идея агротуризма, так чудесным образом появились первые лошади в моей жизни. Чем можно людей зацепить, занять, привязать к этому месту? Только лошади. Вы сами катаетесь? Нет. Или Джон Яныч? Дети катаются. Джон Яныч занимался экипажной ездой, даже ездил на соревнования. Но чтобы кататься, это нужен, знаете, такой досуг, чтобы у тебя было свободное время. А поскольку мы здесь живем, но мы живем на работе, все время работаем, поэтому, к сожалению, нет такого досуга. Сколько сейчас у вас? Своих 25 голов. Мы собираем коллекцию лошадей российских пород. Наше народное достояние, как орловский рысак. Еще у нас есть вятки. Традиционная наша почтовая лошадь, и на этих лошадях ездил Пушкин. А это вот вятки, вот они и пахать, и верхом. То есть лошадь очень лояльная человеку, то есть они работают в детском спорте. То есть она никогда не избравляется, не вредит человеку. У нас есть конно-спортивный лагерь, но это московская школа Белая дача, это школа Олимпийского резерва. То есть дети, они, ну, все лето тут занимаются, повышают свою квалификацию. Есть у нас социальная группа дети нашей местной деревни, которые занимаются бесплатно, но они помогают на конюшне, то есть это такая вот форма общения. А мы с ними занимаемся, предоставляем им лошадей, тренера. И вот наши специалисты учат экипаж на езде, вы можете приехать, взять уроки и научиться управлять тройкой. Вот Андрей, это 11-кратный чемпион по бегам русских тройках. Он расскажет про русских рисаков и про русскую тройку. И покажет, да? И покажет, да. И прокатит. Ну что, поехали? Поехали. Эх, тройка, птица тройка, кто ж тебя выдумал? Потому что если Николай Васильевич Гоголь на этот вопрос ответа не дал, то Андрей, увы, тоже. Зато он отлично знает, как правильно собирать уникальную, чисто русскую запряжку. Есть несколько видов русских троек. Есть традиционная тройка, где в корню рысак, неважно какой породы. Что такое в корню? Это в середине? Это в середине. Это или орловец, или американец, или русский. Американцы в русской тройке тоже работают? Да. Но это порода рысаков. Они очень резвые и показывают, ну, так скажем, очень резвые секунды. Котрые нигде в мире больше не запрягают? Есть по четыре. Ну, есть три, но там немножко другая конфигурация. Это английские запряжки. А тройка, когда три лошади в ряд, или, как говорят, веером, это только в России. Вот русская тройка, она еще чем уникальна? Это единственная в мире запряжка, которая бежит разными алюрами. Для непосвященных, например, коренник бежит рысью, а при стяжке его тащат галопом. Когда иностранцы к нам приезжают на мастер-классы, они говорят, ну, покажите нам, мы, в принципе, все знаем про русские тройки. И как бы, мы вот приехали только посмотреть, как это все делается. И когда им показывают вот разноалюрность нашей запряжки, они просто разворачиваются, мы ничего не знаем. Первое правило русской тройки – верно подобранная упряжь. Она создается индивидуально под каждую тройку так, чтобы лошади зря не теряли сил. Размер животного и строение его тела – главный критерий. В центре тройки находится коренник – самый мощный рысак, а по бокам – престижные. И ни в коем случае не наоборот. Каждая лошадь проходит специальное обучение, чтобы точно соответствовать своему троечному предназначению. Мечта моя, на самом деле, сбылась, сбывается. Всю жизнь хотел попробовать себя в качестве наездника. Но уж если не на лошади, то, по крайней мере, на тройке. Левый – ирбис, правый – бобыль и коренник – имитатор. Имитатор. Удовольствие от поездки на тройки – своеобразное. Пыль в лицо да еще и трясет, так что пломбы из зубов улетают. Зато полное ощущение, что попал в 19-й век. Но долго наслаждаться народной русской забавой времени нет. На ферме, которая расположена в 30 километрах от агротуристической Бокдарни, близ деревни Рождество, в самом ее сердце – коровнике, нас уже ждет Джон Яныч. Наши цели сегодня – дать им хороший корм, хорошее место, хорошее спальне место, комфорт. Если они здоровы, без стресса, они дают больше молока. Не как раньше, это наш завод, покажение коровы, это наш завод. Надо делать ремонт, делить маникур, копитку, покажение коровы, и мечтим два раза в году. Вы серьезны сейчас? Очень, я скажу, конечно. Они должны ходить, если так или так. Они не могут ходить, если они не ходят, они не кормят, ничего. Нужно комфорт, это женщина. Это серьезно. Весь мир, они думают, мы дураки. Они думают, о, мы просто кормим, у нас солома и звуки такой же. Нет, нет, по каждому шагу там должен быть протокол. Если мы не работаем правильно, не кормим правильно, если они не здоровы, мы не можем получать молока. Без молока мы можем кормить их. Женщик, сколько у вас сейчас примерно коров? У нас общая стадия – 4 тысячи. 4 тысячи женщин в нашем гареме. 4 тысячи женщин. И за каждый нужен особый уход. Британец Каписки первым в России начал пропагандировать человечные отношения к скотине. Его коровы живут без привязи. Свобода и отсутствие стресса и буренок – залог бизнес-успеха англичанина. Не самая лучшая одежда для коровника, но здесь нужно выглядеть как джентльмен. У каждой коровы у нас бизнес-план. У каждой коровы есть номер. Каждый день мы знаем, сколько молока они дают. Мы очень горденько, как мы работаем, все в России сегодня. Вот сейчас эта система работает как Европа. Я даже сказал, мы начинаем работать лучше, чем в Европе. Лучше, чем в Европе? А вы были на других хозяйствах? Европейских, там, я не знаю, на родине? Нет, я был, когда мы начинались, я был в Чехии, я был в Америке, я был в Израиле. Потому что человек, не надо сказать, он знает все. Каждый день надо заниматься, как делить лучше, как в другой ферме работает. Нет, там не должен быть гордостью. Простите, какой же коров, как вы сделали? Нам нужно 2-3 раза в году консультант сидеть. Я знаю, что у вас есть дети. Вы передаете свои знания своим детям? Надежда у меня есть. Найти их надежда, это сложно. Вот, молодой, 19 лет. Меня зовут Тимофей, очень приятно. Я решил пойти по стопам отца. Он был очень умный. Потому что 2 года назад у нас было 7 низа в ранее. Я сказал, три сына, ребята, мы дураки. Никто не хочет работать на наше хозяйство. Он не молодой, он придумал, придумал. Он был у мамы, давай мама. Я решил, я хочу попробовать. Вот он работал здесь. Очень важный. Это бизнес, это из души духа. Это ферме. Это человек, кто знает, это его жизнь, это его любовь. Мапа, строгий руководитель? Да. Это хороший любовь. Слабый любовь. Это нет, нет. Ничего он не знает сейчас. Но он знает сейчас, где вы меня. Раньше он думал, они были впереди. А сейчас он понимает, они назад. Территория фермы больше 300 гектар. Из цеха, где происходит надой, Джон Янч повел нас в коровник. А по дороге решил немного профилософствовать. Одна из любимых тем зажиточного британца – богатство. В первую очередь духовное. И только во вторую финансовое. Так, я богатик. Богатство – это семья. Семья не так простая. Это очень. Само несложно, это дети. Потому что никто не получил диплома, как руководить дети. Семья. Это вообще. Современный мир сегодня, наши дети. Между старый, новый, западный капитализм и так далее. Они потерялись, по-моему. Я не могу. Капитализм мне не понравился, потому что для России, по-моему, это плохо. Это только для очень богатого народа. Для нормального народа не помогает. Нам нужна другая система. Мой… Это жалко. После перестройки мы не построили новую систему. Совсем больше, как в Германии. Я получил пенсию на 10 тысяч рублей. 28 лет я работал здесь. Но, между прочим, я богатый. Вы богаты, в первую очередь, духовно? Духовно. Если завтра я банкрот, я знаю, тёша будет кормить меня на его пенсию 25 тысяч рублей. Вот. Но пока рассчитывать на тёщу Джон Яныч не собирается. Не зря же он столько сил вложил в своих любимых женщин. По каждому есть его спальне место. То есть, каждая корова знает, куда ей прийти? Точно. Как вы ей объясняете? Нет, они сами решили. У них ироки. Самый старший первый решит их место. Молодой. Потом должен найти их. Смотрите. Они уже были на дольный зал. Они уже кушали, сели. Сейчас очень важно, они лежат. Это очень хороший вид. Если все лежат, это значит, они все сели, все довольны. Сейчас лежат. Им нужна вода, они сами ходят на воде, они хотят ничего кушать, они кушают. Это нормальная система, весь мир. У нас была другая система 30 лет назад. Сейчас, ещё раз, я должен сказать, в России у нас много такого же хозяйства, мы очень успешны. Я не один, я не особо свободного у меня нету. У меня была группа бизнесменов из Франции. Они сказали, трудно ли бизнес в России? Нет. Только человек должен заниматься бизнесом. Выгодно или нет? Рынок есть, покупатели есть, финансы есть. Какой же риск больше, чем Европа у нас есть? У нас только 23 человека работают на корове. Ещё 50 работают на земле, на гараж, на сервис, на ремонт. И некоторые ещё по 24 часа. Да, конечно. Дойный зал работает сутки. 22 часа на дойку и 2 часа на ремонт. А для нас, я не знаю, почему весь мир, марка должен быть самым дешёвым продуктом. А это невозможности. Сегодня мы получаем за прибыль через эффективность. Государственные позиции на финанс кредит есть, а другое у нас нет. Мы ничего не получили, как они получились раньше в Европе. Квота нет, субсидий мало сейчас. Мы работаем, а мы работаем очень эффективно сейчас. У нас это хороший процесс эволюции. Но покупатели должны понимать, что мы получаем меньше, чем 30 рублей. А вы покупаете молоко в магазине сейчас больше, чем 60. Как это получается? Вы продаёте по 30 рублей, а мы покупаем по 60. Меньше, намного меньше сегодня, чем 30 рублей. Поэтому там тоже сейчас НДС мы должны платить на молоко. Сколько НДС? 10% сейчас. А кому вы продаёте своё молоко? Где его купите? Мы работаем через... Самый небольшой перерабочий в России. У них завод в Москве. Данон, Дембельдан. Ну, бывший Вимбельдан. Сейчас начинается пепси-кола. Из суровой фермерской деревни Рождество мы возвращаемся в агротуристическую Бокдарню, где в усадьбе гостиницы Джон Яныч, удобно устроившись на диване 19 века, вновь готов философствовать. Для вас Россия сегодня – это ваш дом, это ваша новая родина? Да, да. Я думал сейчас на русском, даже у меня не хватает слов. И лексика, я думал на русский, я дома здесь. В 1997 году я получил гражданство. Я решил, это дома. Человек должен чувствовать дома. Человек или любит Россию, не любит. Или он эксперт, который сидит на несколько лет только над деньгами. Я жил в 12 стран мира. Я был общий на 82 стран командировки. А здесь я просто чувствую, я думаю. Я сказал, вот, здесь я могу жить. Русский народ, у них есть такой же любовь для иностранцев. Для иностранцев ничего не может делать плохо здесь. Потому что, может быть, много русских народов не понимают, почему иностранцы хотят жить в России. Я отвечаю, почему вы не хотите жить здесь. Это просто так. У иностранцев, по-моему, проблемы нет в России. Вы приехали сюда в 90-е годы. Это такое сложное очень время для России. Было что-то, что вас удивило здесь? Нет, нет. У нас была свадьба, в субботу, в воскресенье. Танки уже были на Белый дом. У меня иностранцы в гости. Они сказали, что они жили в Москве на метропол. Потом мы поехали в аэропорт. Он сказал, что это там? А, это ничего. Это глупый народ. И все. Когда я передал мои документы, заявку на гражданство, на ОВИРа, через неделю-два, там было три человека, мне, костюмы, все испугались, кто-то они. Они спросили, у меня очень интересный разговор, они спросили, вы знаете, у нас мафия Россия. Я сказал, ну, у меня самая лучшая крыша. Я сказал, кто это? Я сказал, господь бог. Через неделю-два я получил гражданство. Спасибо, подпись Борис Николаевич. Я был во второй англичане, который получил гражданство после разведчика Фильби. Вы сказали, что у вас самая лучшая крыша – это Бог. Я знаю, что вы приняли православие. Зачем вам нужно было становиться православным? Там есть слово «страх Божий». У меня был очень большой страх, когда я приходил в католический храм. Я был боится Бога. А здесь страх Бога на Россию – это другое слово, совсем другое. Я приходил в храм с удовольствием. Я думаю, что Бог там для меня спасит меня. Я не могу купить мой греков как католический храм. Человек должен просто служить правильно. Могу тоже шутить чуть-чуть. У меня было выбора. Потому что, когда я звонил Нина Валерьевна, давайте, я хочу жениться с вами. Она сказала, надо подумать. Она должен ходить на ее духовный отец, отцу. Он сказал, вот он нет, он иностранца, язык нет, он тоже не верующий. Она звонила мне, сказала, давайте. Она сказала, давайте, я верю Богу. Но пока 42 года, я не могу найти. Я приехал в марте месяце, в 92-м году. В аэропорт, наверное, я, на букет, там, там, женщина рядом. Вот, познакомиться с вашей крупной мамой. Прямо мы были на храме Ивана Война, на Ленинградске. А до этого у вас же тоже была семья в Великобритании? Да, да, да. У меня две дочери в Англии. Я был 17 лет, когда я первый женился. Это было в 66-м году. Битлз, Хиппи, Пинк Флойд, Бангладеш. Это просто. Мне не думали о ничего. Просто, вы знаете. Может быть, это было плохо. Потому что мы разрулись все законы в мире. Вот так, вы знаете. Фри секс и так, и так, и вот. Когда я прыгал в Бангладешу, у меня такой же голос, там, платформа, шусь, и все. Все было хорошо. А потом, вы знаете, мальчики, нам нужно несколько еще год найти наше умы. У меня такое ощущение сложилось после долгого общения с вами, что Джон Кописки имеет две жизни. Первая жизнь до России, и вторая здесь. Конечно. Как насчет бизнеса? Вы же путешествовали, были во многих странах, в Великобритании, Бангладеше, и так далее, и так далее. Чем отличается российский бизнес, русский бизнес от того, что есть в Европе, например? Не вижу. Не вижу. Бизнес – это риск. Бизнес в Бангладеше, Индии, в Англии, в Америке. Человек должен понимать закон. Если у него хватает капитала и денег, если он может получить кредит. А если там прибыл. Сказки. Бизнес в России. У нас только мафия. Человек может делать бизнес. На этот маленький район у нас Фонтера, самый большой конфеттизавод. У нас Белокрафт, у нас голландский человек по крафту, кто занимается коврой. У нас есть. Они приходят. Это нормальный бизнес. Без языка это сложно. Но русский человек, без английского, он может делать бизнес в Англии? Нет. А какая же разница? Налог здесь лучше, чем Европа. Налог на дивиденд сейчас – это 9%. Это копейка. На заплату – 13%. А социальный налог – это другой. Реализация может быть дорого здесь. Потому что Москва – это очень дорогий город, аренды и так далее. Если человек хочет заниматься производством, если там рынок, если он может производить продукты, цена как рынок – проблема. Но у нас, конечно, Белокрафт может быть риск. Мы делим большой риск. Но наши дети уже начинаются. Мой средний сын сейчас, он нижний, он хочет сам заниматься мясным рестораном, мясным бизнесом. Поэтому он видит, если человек работает на этот рынок, он может получить успех. Что еще у вас есть, кроме 4000 коров? У вас конюшни, у вас есть гостиницы. Мне хватит. Прямо перечислите все, чем занимается сегодня семья Кописки. Молоко и туризм, агротуризм. Раньше у нас много бизнес-центров в Москве. Все бизнес-центры, главный отел в Москве был нашим. Мы продали этот бизнес. Раньше у нас детская одежда. Мы продали. У нас была недвижимость. Мы продали. Все эти деньги сейчас лежат больше на агротуризме. Этот бизнес, я думаю, что дети могут продавать без проблем. Поэтому гостиница или вот так. Молочный бизнес – это очень долгосрочно. Такой же бизнес продавать сегодня – это невозможно. Вы были на ферму, там Тимоша, у нас один просто закон. У него есть Кописки. Это значит, он должен быть на работе раньше, чем коллеги. И работать долго. И быть лучше, чем все. Если так, у него бизнес. Если на этом дурак, он не может. Это просто закон. Это не капитализм, это жизнь. Если человек работает на поле, на ферме, и так, надо работать. А я, как я сказал вам раньше, я очень счастливый человек. Потому что я люблю мое рабочее место. Любовь к своему делу – главный секрет успеха Кописки. Темпы развития его бизнеса – лучшее тому доказательство. Туристы съезжаются в его подмосковный райский уголок толпами. И каждый год их ждет что-нибудь новенькое. Летом этого года Джон Яныч, например, открыл террасу с гриль-зоной. Добро пожаловать в нашу, как называется, гриль-зону. Утром мы были на молочных хозяйствах, где находятся 4000 коров. Но каждый год, если у нас 2000 разных коров, это значит около половины быков, половины тёлки. А что делит быков? Мы просто продаем. Или мы занимаемся мясом. Но это мясо – это не быков, это наша корова. Которых мы видели, да? Да, потому что каждый год, каждый месяц, это весь мир, у нас, как называется, ремонт на стаду. Каждую неделю Степан и наши мясники приходят, смотрят и выбирают коровы. И вот почему мы готовимся наше стейк. Что мы будем готовить? Мы будем готовить три вида стейков. Это, как мой папа сказал, это антрикот, рибай и наш, это техасский тибон. Чем они отличаются? Они сделаны из разных... Они из разных частей тела. Это шея, где лопатка. Это середина, это зад корова. Я мясо уже достал из упаковки, оно уже обсохло. Обычно мы достаем его из упаковки, мы его протираем марлечкой, потом берем крупную соль и даем чуть соли мяса. Это нам надо, чтобы сок начал, ну... Выделяться. Выделяться. Ну, соль притягивает сок, и поэтому оно выходит из центра мяса, из серединки. Ну, мясо, оно быстро готовится и недолго. Вот, сейчас мясо кладем на гриль, даем полежать на одной стороне 2 секунды, и потом мы его переворачиваем. Ну, он же не успеет. Нет, а нам надо, чтобы появилась маленькая корочка на мясе, чтобы сок не вытекал, не испарялся из него, когда мы его перевернем. И все. И теперь по 2 минуты с каждой стороны. Ну, пока у нас есть 2 минуты, пока они жарятся. Расскажите немножко о своей работе вот здесь вот. Чем вы занимаетесь? Какие у вас планы на будущее? Собираете ли вы связать свою жизнь с этой фермой? Ну, мне придется ее связать, потому что это наши фамильные бизнесы. Всем придется продолжать, как же мне и моим братьям. Тут я в основном занимаюсь мясным производством. Ездим за коровами, выбиваем, забиваем, ищем поставщиков, клиентов, и кому это все продать. И у нас покупателей очень много, и даже из местных. В основном, даже бабушки очень многие приходят и покупают стейки. Сколько стоит примерно каждый из них? Ну, это в зависимости от веса тоже, сколько он весит. Ну, где-то в районе 300-350 рублей. Сейчас я его кладу, и мясо сейчас отдыхает. Самое главное здесь, чтобы все было без стресса. Коровы, чтобы были спокойными, и мясо должно отдохнуть тоже. Чтобы все были без стресса. Скажите, я знаю, что вы какое-то время жили в ванной. С чем отличается ведение бизнеса? Вы, наверное, там, сталкивались с этим? У нас в России больше это на доверие. Сначала если ты доверяешь человеку, то с ним начнешь делать бизнес. А девушки некрасивые? Нет, девушки там некрасивые. У нас лучше, да? У нас лучше. Я как женатый человек делаю. Что-то уже готово, да? Да. Я вам дам попробовать кусочек, чтобы сами в этом убитились. С удовольствием. Вон зубочистка. Как я могу себе отказать? Да. Удовольствием. Иван, ты чего? Это самая приятная часть моей работы. Ммм. Ммм. Ну что, идиллия. Это настоящая подмосковная фермерская идея. Даже не верится, что у нас может быть такое оптимистичное. А как оптимист? У нас кризис, у нас эмбарго, у нас сыр, молоко, мясо, хлеб. Какое же проблема у нас есть? Все свое. Джон Каписки называет себя романтиком. И это чувствуется во всем, чем он окружил себя. А мои личные впечатления от этого романтического великолепия можно выразить лучше всего, пожалуй, только словами героя Венечки Ерофеева. С тех пор я не приходил в себя и никогда не приду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова